Добрый день, с вами компания Кровмонтаж. На нашем проекте строим каркасный дом вместе. Сегодня девятая серия наших съемок. Традиционно проведем обзор проделанной работы. Пройдемся по всему. За моей спиной вы видите как на стенах второго этажа каркасного обшиты фанеры USB влагостойкой 12 миллиметров. Полным ходом идут кровельные работы. Кровищки и шестянщики уже установили с трех сторон водосточную систему, белую фризовую полосу. Ну а это фальцпрокатный, то есть гибочный станок, они на гибочном станке гнут все доборные элементы, коньки, карнизные планки, боковые планки и так далее. Мы уже неоднократно показывали вам в наших видео как работает это оборудование. В принципе туда заправляется вот эти рулончики, на роликовые разматывают, нажимаются. Нажимается кнопочка, кнопочка нажимается. И в принципе получается вот такая деталь, определенной длины, какой вы хотите, с ребрами жесткости. Вот этот металл, Пурал, 32 цвет, шоколад коричневый. Вот такая будет кровля. Здесь я вам уже говорил, что каждый планки, каждый объект он подбирается индивидуально. Здесь мы приняли решение, вот такая будет карнизная планка, прикрывать вот этот промежуток жёлоба, чтобы, так сказать, здесь будет жёлоб, чтобы, так сказать, снег и лёд не перетекал из жёлоба с той стороны. И за эту часть картина будет подводиться. Вот, в принципе, это всё делается на гибочном станке. Второй альтаж, значит, мы немножко уже прибрались. Картина уже получше, чем в прошлый раз. Все стены приняли контур планировки, утеплены, видны проёмы помещений. Остались штрихи, которые, ну, надо ещё и просаморезить. Фанеру, она, в общем, прихвачена, и надо её пройти в шахматном порядке. Это вот большая комната. Та дверь пойдёт на, это мы её покрасили, на вход. Ну, такая она не железная дверь, просто на вход в прихване на улице. Здесь нас задерживает печник, который то ли приболел, то ли ещё что-то. Вот, и кровельщиков, и плотников, вот эта труба держит уже, просто набила оскомину. Так, Вась, ну что, пойдём наверх? Наверх. Наверх. Так. И так, я выбрался на леса. Хочу вам показать обшитые, так сказать, обшитые стены USB фанерой. И карниз, устройство карниза, которое кролички сделали. Вот, вы видите, фризовая полоса сделана, готова. Вот. Но мы сейчас не будем подшивать софитом. Почему? Потому что софит предполагает ещё G-профиль в этом месте, и вставляется в эти полости сам софит. Ну, так, Вась, ты принёс? Да. Давай сюда брусок. Я объясню почему. Туда вдоль стены опускаю. Вот. Видите, ещё будет обшиваться фасад 5-сантиметровым бруском. Снизу до верху. Получается, уровень надо будет выравнивать. Вот. Потому что первый этаж стены обложен кирпичом. А второй кракасный, который строили. И по плану у нас все эти два этажа обкаркасить бруском в уровень. И уже за единое целое фасад будет обшит сукольным сайдингом. И этот уровень надо ловить. Поэтому с софитом, ещё мы отложили дело с софитом, софит будет где-то, ну, к примеру, там, какой уровень скажет в этом месте. И поэтому мы решили, в принципе, Вась, убираю брусок для демонстрации. Достаточно. Вот. Отложить монтаж софита. Но фризовая сейчас необходима монтаж. Мы её установили. Почему? Нам надо сдать крышу. А фризовая связана тесно с водостоком. Водосток нельзя монтировать, пока, так сказать, лобовую доску вы не закончите. То есть вот такие моменты. Пограничные зоны, они всегда встречаются. Вот. Ну, сейчас я попытаюсь. Вот. Тут леса очень, очень удобно. Кровищики, стахкановцы шуруют. Мы за ними не успеваем снимать. Сейчас загляну в жёлоб, что здесь творится. Вот. Я внизу показывал вам карнизную планку. Это вот она. Видите? Здесь она монтируется на крыше. Вот. И она прикрывает. Здесь вот будет, допустим, снег стоит, сугроб. И в ту сторону не будет переливаться. Не будет сосулек, снега и так далее. Только вот с этой стороны. Она, то есть, имеет двойной эффект. Она прикрывает, защищает это место. И за неё уже цепляется жёсткая самая картина фальцевой кровли. Вот. Насчёт кровли сейчас мы поднимемся наверх. Более подробно разберём. Вот видите, как сделаны оккультуренные концы. Всё зажато. Вот. В принципе, с водостоком и карнизом более понятно. Вот мы забрались на саму крышу, так сказать, сверху. Для многих, кто уже, значит, смотрит наши ролики, более-менее понятно. Кровищикам буквально за четыре дня, даже за три сделано. Вот покрыто два ската. Вот. Задача у них стоит. Это традиционно здесь будет продых. Коньки наши, все будут исполнены вентиляционные. Они не жестяные, как жестянщики делают, сводятся они на замковом способом. Здесь чердак будет дышать за счёт вентилируемых коньков. Все четырёхскатные крыши, вот главный основной конёк, будут вентилируемые коньки. Вот здесь дышать будет за счёт контрабрешётки. Значит, вот видно гидроизоляцию, мембрану Тайвик, Дюпонт. И так мы сейчас вам покажем, произведём монтаж фальцевой кровли. Видите, предыдущий лист намонтирован нержавеющими клемминерами. Мне будет ассистировать Алексей, кроющий, жестянщик, который работает в нашей компании. Алексей, сделай русский. Алексей из Солнечной Республики Мордовия. Хороший специалист. Лёш, скажи, с какого года ты работаешь у нас? С 2000-го года. Напоминаю, ты уже забыл, не с 2002-го, а с 2000-го. Вот он прихватывает одинарным замком для начала пальцевую кровлю. Для чего? Для того, чтобы просто стянулся лист, он уже не съезжал вниз. И сейчас с ним можно производить дальнейшие манипуляции. Вот. Сейчас он проходится вторыми номерами. Второй замок. Вот. Вот. И, как видно, лист прямой. Надо будет его обрезать по коньку. Вот. В жёлобе у него инструмент для удобства. Жёлоб выполняет функцию, так сказать, эксплуатировать инструмент. Он всё берёт оттуда. Сейчас он будет подводить картину за карнизную планку. Которую вы рассказывали. Да. Вот. Предварительно хочу рассказать, что вот карнизная планка прихвачена гвоздями. Я вам чуть ранее показывал. вот он с щипцами сейчас сгибает. Делаю подводку карнизной планки. Что? И вот, наверное... Вода. Ну, никак она не может здесь протечь, в этой области. то есть все на замках стопроцентная гарантия вот вот пожалуйста так мы видим внизу лист подведен сейчас мастер отрежет по коньку да ты говори говорили что здесь коньки будут накладные в принципе вот эти замки и и вот этот замок не будет стоячий за счет зазора за смотрите как работают ножницы в руках жестянщика лишь покажи как ты одна рука режешь одной рукой полюбуйтесь мастер держит но это специальные ножницы для кровельных для фальцевой кровли они продаются в спецмагазинах на рынке в этой книге инструменты для жестянщика продается спец это вот для замков для более сложных деталей маленькие ножницы в них усилие побольше вот в принципе и осталось монтаж вы сейчас алексей закрепит наверное камера дали уж вот таким способом ну хочу сказать вам дорогие зрители что в принципе это самый простой способ фальцевой кровли то есть кровли довольно таки несложная самый простой важный момент чтобы кровли не текла была стопроцентная гарантия фальцевая кровля конечно можно сделать ее вообще супер навороченная из и ромбиками и да и сама сейчас эта конструкция кровли она простая то есть пологая простая никаких домиков яндовых здесь нет есть будет узел здесь примыкание которое вам хочу посвятить отдельную тему алексей нам покажет как он будет делать в примыкание вот ну вот в принципе забиваются камера вот таким образом и они потом остаются внутри шва на этом дорогие друзья сегодняшнюю сервию серия хотел бы таскать завершить в принципе я думаю она была для вас интересная много интересного вы увидели в следующей серии ждите я хочу вам рассказать устройство так как есть у нас гараж пологий и примыкание к стенам тоже жестяще покажет как он исполняет тоже немаловажная часть в кровле это примыкание то есть она тоже бывает нескольких видов и способов мы пока покажем одно из них но хочу попрощаться меня зовут мороз алексей оператор василий до новых встреч с вами была компания кров монтаж подписывайтесь ставьте лайки и ждите следующие встречи они обязательно будут пока